Напишите, пожалуйста, хорошо ли меня видно и слышно. Можно поставить плюсики. Так, есть, одна оценка есть, две есть, отлично. Друзья, меня зовут Владимир Рахов, мы уже не будем дожидаться опоздавших, нужно приходить вовремя, желательно вообще заранее. Итак, меня зовут Владимир Рахов, я являюсь спикером команды Favorit Club. Как вы видите на слайде, тут немножечко есть описание того, чем мы занимаемся. То есть, мы являемся командой инвесторов, которые профессионально подходят к этому вопросу. В чем заключается профессионализм? Ну, в первую очередь, мы работаем с компаниями, которые нас не подведут. То есть, компании, которые обеспечены реальным производством, бизнесом, то есть, есть полное понимание того, откуда берутся проценты на выплату по нашим инвестициям. И темой сегодняшней презентации будет одна из таких компаний. Называется это ПК СОВА. Что такое ПК? Производственный кооператив. В принципе, все просто, никаких заумных фраз, никаких заумных названий, трудновыговариваемых. Производственный кооператив СОВА. Он зарегистрирован в городе Днепропетровске. Я являюсь жителем города Днепропетровска. То есть, фактически, в моем родном городе далеко ходить не нужно. И данный кооператив является стопроцентно законным предприятием. То есть, он зарегистрирован, работает по закону о кооперации, закону Украины о кооперации. Вообще, кооперативы это довольно распространенная форма собственности. Распространена она как в СНГ, так и в Европе, и дальше на Западе, в Америке. Кто-то помнит из 90-х годов, когда кооперативы только стали появляться, после того, как был снят запрет на введение частной деятельности. То есть, в принципе, форма собственности, она не новая, она уже давно понятая. Некоторые успели ее уже забыть. И данный кооператив СОВА, он является производственным в первую очередь. Значит, свою деятельность он ведет уже более 16 месяцев. В какой части? В части привлечения инвестиций. За кооперативом стоит реальное производство, действующее уже более 7 лет. И это производство в основе своей имеет энергосберегающие электронагреватели. Немножечко по товару, что у них данные нагреватели являются запатентованной технологией, которую пока никто еще за все это время, за 7 лет не смог повторить, хотя технология является очень интересной, конкурентно способной. Но кооператив имеет эксклюзивное право на использование данной технологии. Товар ликвидный, товар рентабельный. И кооператив, в свою очередь, пошел интересным путем для расширения объемов своего производства и сбыта. Каким образом? У частных инвесторов кооператив привлекает деньги на основании закона о кооперации. То есть, когда мы становимся пайщиками данного кооператива, мы получаем вплоть до договора с мокрыми печатями на руки. Немножечко из истории вообще, кто эти люди, которые организовали данный кооператив. Это группа бизнесменов. На сегодняшний день их три. Это бизнесмены, которые имеют серьезный опыт в бизнесе, в производстве. Они являются собственниками данного, как кооператива, так и производства. Бизнес их диверсифицирован, имеет различные направленности. Одним из таких бизнесов является производство энергосберегающих электронагревателей. Следующим видом бизнеса является производство котлов автономного отопления. Может быть, не все это знают, что это такое, но при необходимости, я думаю, что информацию всегда можно поднять. Другим направлением является изготовление пилетов и брикетов, которые, в свою очередь, являются топливом. То есть, то, чем заправляются эти котлы, чтобы они топили. Также компания, также бизнесмены наши, они имеют выходы на конфискат, они имеют выходы на, имеют прямые договора с Германией на куплю-продажу строительных смесей, которые, ну, это можно отнести к разряду быстрых денег. Дешевле купили, привезли, растаможили, продали, получили сразу деньги. И тоже интересным направлением можно назвать франчайзинг. На сегодняшний день по франчайзингу уже у наших акционеров, у наших учредителей кооператива есть права на строительство первого из сети, будет несколько, предварительно это будет два или три, ресторана сети Biffes. Это американская сеть, на данный момент в Киеве уже есть один или два таких ресторана, франшизу на те рестораны выкупили американцы у своих американцев и открыли этот бизнес в Киеве, в Украине, а в Днепропетровске это будут представители, это будут наши учредители производственного кооператива «Сова». То есть, что важно, что главное, что мы не сидим на одном бизнесе, у нас яйца, скажем так, разложены, я имею в виду по бизнесу, по нашим учредителям, в разных корзинах, и в нынешней экономической ситуации это, естественно, немаловажный момент. Примерно в схеме, схематично, как можно описать деятельность кооператива «Сова». То есть, чем она регламентируется, чем она подкрепляется, какие выгоды здесь как для нас, инвесторов, так и для кооператива здесь можно увидеть, и вообще, стоит ли это мероприятие нашего с вами внимания. В нынешней ситуации, когда у нас доллар скачет, я думаю, что немаловажный момент касается того, как сэкономить, как сохранить наши деньги, а при возможности еще и приумножить. Итак, на схеме видно, что у нас есть наш кооператив «Сова», который работает законно по закону Украины о кооперации. Это нас с вами защищает, то есть кооператив защищен на уровне государства, никто не придет к вам и не скажет, что вы ведете здесь незаконную деятельность. Деятельность кооператива 100% законная. Сам закон позволяет принимать пои-пайщиков на взаимовыгодных условиях. Паи – это инвестиции, более привычными, понятными словами, пайщики – это инвесторы. То есть мы, как инвесторы, имеем возможность внести свои инвестиции, они просто немножечко иначе в законе у кооперации называются. И эти условия, как для кооператива, так и для нас, можно смело назвать взаимовыгодными. Когда мы становимся пайщиками кооператива, мы получаем подтверждение в свои руки. То есть вот такой договор я в свое время, став пайщиком кооператива, также получил. То есть это бумага, где указаны мои данные, где данные по компании. Вот это вот желтенькое, это есть членский билет. В конце здесь подпись со стороны кооператива, печать кооператива. То есть все фирменно, все по правильному, по законному у нас все выглядит. Для чего кооператив в принципе привлекает средства инвесторов, средства пайщиков? Для своего действующего уже более 7 лет производства. Каким образом это все происходит? То есть кооператив наращивает свои мощности. Кто-то скажет, мог бы обратиться в банк, взять там кредит и уже на основании этого кредита развиваться. Не все так просто. Я думаю, что немногие люди на самом деле, понимая, что просто в банке можно взять кредит под бизнес, сталкивались действительно с этим вопросом. В действительности все выглядит немножко более заморочливо, назовем это так, когда вам нужно принести целую стопку справок, подтверждающих документов. Когда на сумму, допустим, 500 тысяч долларов вы можете взять, взяв кредит на 500 тысяч долларов, вам нужно в банк отдать в залог своего имущества на миллион долларов. То есть эта сумма как минимум в два раза должна превышать стоимость залога. Банк себя защищает со всех сторон очень-очень сильно и, естественно, в данном случае это может быть абсолютно невыгодно для учредителей кооператива. То есть перезаложить свое имущество, еще и добавить к нему, возможно, миллион это слишком много, нужно еще что-то добавлять. Невыгодно это выглядит. Выглядит более выгодно схема работы через частных инвесторов. То есть что мы получаем? Мы получаем заинтересованность населения в каком товаре? В ликвидном товаре. Товар, который нужен, особенно если сейчас брать нынешний сезон, то по сети, по партнерской сети уже действующих инвесторов и пайщиков расходится порядка 10% продукции, которую кооператив, в свою очередь, изготавливает. Если бы это было в вопросе с банком, не мог бы правильно кооператив в свою очередь предложить банку условия реализации данных нагревателей. То есть получается взаимовыгодное сотрудничество. Когда кооператив дает информацию о том, что он привлекает деньги и готов брать их под проценты, разумный человек задает вопрос, хорошо, окей, какие гарантии я имею, чем вы занимаетесь, куда пойдут мои деньги. Ему говорят, у нас есть производство, хорошо, что вы производите, мы производим энергосберегающий электронагреватель, а что это такое, я хочу разобраться. Человек разбирается и, как показывает статистика, в одном из 10 случаев он говорит, окей, я готов взять, мне понравилось, я хочу сам использовать. Возможно, купил себе, возможно, подарил другу, поставил на дачу и так далее. Основной же поток изготавливаемой продукции, он идет на юридические лица, то есть большими партиями заказывают промышленные производства, ангары, ну то есть бизнес, бизнес, где требуется отопление. Резонно будет спросить, но это же бизнес довольно сезонный. В свое время я задал такой вопрос, на который получил неожиданный для себя ответ, который звучал примерно так. Так, да, все верно, бизнес сезонный, но для физических лиц, то есть если мы с вами, когда наступают холода, обращаемся к тому, что нам требуется обогреваться каким-либо образом, да, мы идем и покупаем нагреватель. Но люди, которые связаны со строительством, люди, которые экономят деньги и, знаете, как готовь лыжи летом, да, к зиме, так и здесь. Люди, которые связаны с расходами, юридические лица, где большие объемы, они отопительное оборудование приобретают не зимой и не накануне зимы, когда поднимаются цены, они приобретают заранее. И, естественно, в больших промышленных масштабах. И таким образом в кооперативе, в его производстве реализуются нагреватели этих летом больше, чем в сам сезон. Вот так, как показано на слайде, выглядит уже в готовом виде наш нагреватель. То есть, ну, в общем-то, нормальный, привычный вид, да, такой вот батареи. Вот эта подставочка, ее в действительности нету, это просто захватили, чтобы было понятно, что он стоит таким образом. И, как любой бизнес, естественно, наше производство, производство энергосберегающих электронагревателей, оно ведет к чему? К получению прибыли, это нормально. Закон рынка, значит, в течение 7 лет была проведена собственная статистика, которая показывает, что прибыльность данного производства, производства, то есть, производства и сбыта, она находится где-то на уровне 24-36% в месяц. Компания таким образом с легкостью покрывает и проценты по инвестициям, я сейчас скажу немножечко дальше по инвестициям, которые нам выплачивают, и запускает деньги в производство, и в конце срока возвращает пай, который мы вносим, как инвесторы, как пайщики. Какие предлагаются проценты по нашим инвестициям в месяц, и что для себя мы отсюда можем получить выгодного? Значит, компания на украинскую национальную валюту, компания работает в Украине, естественно, национальная валюта гривна предлагает следующие проценты, в зависимости от программы, 9-10,5% в месяц. Ну, также компания не на постоянной основе, но может рассмотреть возможность получения, размещения пая в доллар и в евро. Процент немножечко снижается на 2% по отношению к гривневым, то есть, это будет 7-8,5% в месяц. Значит, в чем происходит, в чем мы видим разницу по процентам? Если мы выбираем программу, по которой ежемесячно происходит начисление процентов, то мы получаем минимальный процент. Это 9 в гривнах и 7% в долларах. Следующий вариант, если мы выбираем ежеквартальное получение процентов по нашему паю, то наш процент составит в гривнах 10, а в долларах и евро 8. Если мы выбираем получение процентов вместе с телом пая в конце срока, то мы имеем максимальную ставку 10,5% в гривне ежемесячно и 8,5% в долларах также ежемесячно. Любой срок инвестирования по каждой из этих программ составляет 10 месяцев. Возврат суммы вклада, если это не последняя программа, когда мы и проценты, и сам вклад получаем в конце срока, он также, сам пай, само тело, которое мы вкладываем, он возвращается в конце срока. Это один из моментов, которые позволяют нам зарабатывать сотрудничество с кооперативом, скажем так, в пассивном режиме. То есть, если у вас нет желания или нет возможности, или нету навыков и так далее, и так далее, вы просто хотите положить свои деньги, чтобы они не лежали где-то под подушкой или в банке, или у вас есть свободная сумма средств, вы имеете возможность получать порядка 9-10% на свой гривневый вклад, если примете решение сотрудничать с данным кооперативом. Для людей, которые выбирают немного другую стратегию, ну, одна и другая стратегия, она в любом случае может совмещаться, собственно, как, например, в моем случае, я как являюсь и пайщиком, но также активно развиваю деятельность, инвестиционную деятельность в данном кооперативе. То есть, я не молчу, мне не жалко, мне выгодно делиться информацией об этой возможности, что таким образом я и другие активные пайщики кооператива в данном случае получают. Если по вашей рекомендации, вы уже являясь пайщиком кооператива, по вашей рекомендации приходит человек и принимает решение о том, что он хочет разместить свои деньги, то есть дать в работу кооперативу, то 10% от суммы его пая будет выплачена вам как пригласителю. Компания вас мотивирует на дальнейшую работу, благодарит за то, что вы создали вот этот оборот, денежный оборот, который в свою очередь кооперативу дал увеличение как денежной базы, так и производственной базы, так и вполне возможно клиентской базы. Здесь нет ограничений, как много вы можете пригласить людей, из каждого приглашенного лично вами человека вы получите 10% от суммы его пая. На примере 1000, давайте возьмем долларов, да, то процент составит 100 долларов, естественно. Если мы рассматриваем, что ваши люди также не молчат, а делятся информацией, возможно это будут не все, у вас будут как инвесторы, так и активные люди, то уже люди ваших людей, условно назовем это для вас второй линией, то есть у вас есть друг Иван, который пригласил свою подругу Катерину, и вы с Катериной можете быть даже и не знакомы, и Иван пригласив ее получил свои 10%, кооператив замотивирует и вас на дальнейшую работу, возможно у вас есть еще помимо друга Ивана активные партнеры, может быть Светлана или еще кто-нибудь, пригласив которых вы также поможете кооперативу развиваться, и для вас это тоже будет выгодно. Если Катерина, это подруга Ивана, зашла в кооператив с суммой пая 1000 долларов, то для Ивана это составило 10%, 100 долларов, а для вас это составило 30 долларов. Может быть небольшие деньги, но опять же вы могли быть даже не знакомы с этим человеком, и это могло быть приятным сюрпризом для вас, когда вы в очередной зарплатный день получили деньги, на которые может быть даже и не рассчитывали. На данном этапе до квалификации менеджер маркетинг план других возможностей не предлагает, то есть вы имеете 10% от первой линии, 3% от второй линии, но при выполнении квалификации менеджер более подробно, что это такое и что требуется для того, чтобы выполнить эту квалификацию, вы можете уточнить у людей, которые пригласили вас на данное мероприятие, они с удовольствием вам по этому дадут информацию. Но когда вы уже являетесь менеджером, то по всей глубине, начиная с первой линии до бесконечной линии, здесь нет ограничения, там 5, 8, 15, до всей бесконечности, по всей глубине вы будете иметь дополнительно по 5%. То есть приглашая человека в первую линию, получая от кооператива мотивацию, 10% стоимости его вклада будет добавляться еще 5%, суммарно дает это 15%. Если уже во второй линии люди ваших людей пригласили в кооператив своих партнеров, то вы, как человек, получивший квалификацию менеджера, будете иметь дополнительно 5% на 3% от второй линии. 3 плюс 5, 8% суммы вклада вы будете иметь. Если это 1000 долларов, то 80 долларов ваши, законные. И начиная с третьей линии до самой нижней глубины, какая только может быть в вашей структуре, в вашей команде, на каждый вклад, независимо от поколения, вы будете иметь 5%. На 1000 долларов это 50 долларов. То есть если у вас большая структура, которую вы уже даже, может быть, всех лично-то и не знаете, то каждый депозит, каждая проплата в вашей структуре, в вашей команде будет давать вам 5% от стоимости вклада, от размера вклада. Хочу обратить внимание, что здесь нет ограничений по входу. Что я имею в виду? Если вы, допустим, решите начать, но на этапе, скажем так, тестового режима, то есть вы захотите разобраться и потенциально готовы зайти на большую сумму, но хочется попробовать, все ли так, все ли работает, все ли платится и так далее, и так далее. Допустим, вы заходите на 200 долларов. Нет проблем. Вы делаете пай, вносите 200 долларов, получаете документы соответствующие, и уже разобравшись впоследствии, вы не лимитированы этой суммой вклада. То есть вы в любое время можете дополнить. Этот пай будет отдельно от другого, то есть один пай будет работать согласно той дате, с привязкой к той дате, когда вы решили зайти, и другой пай просто будет оформлен другой датой, и от этой даты будет отсчитываться 10 месяцев. Проценты вы будете получать по отдельности от каждого пая. Лимиты на вход без согласования для украинцев в гривнах получается от 500 гривен до 15 тысяч. Если кто-то присутствует не из Украины, то скажу в долларах порядка 46, может быть, 40 долларов. От 40 долларов мы стартуем и до 1100-1200. Здесь лимит без согласования. Что такое согласование? Еще раз напомню, кооператив работает по закону о кооперации, и таким образом закон накладывает определенные ограничения. Есть бюрократические моменты, которые нужно учитывать. Если ваша сумма пая, она выходит за рамки 15 тысяч, если в гривнах, то вам нужно написать заявление на председателя правления, согласно которому будет рассмотрена возможность о входе на большую сумму. Если руководство ее удовлетворяет, данное заявление, то вы можете и 30, и 40, и 50 тысяч вложить, проблем нет. Это первый момент. И второй момент. Мы сейчас говорим о реальном бизнесе. То есть в реальном бизнесе есть реальное бюджетирование и понимание того, нужны ли деньги в производстве. То есть если компания предлагает по ставке 10% в месяц срок работы пая 10 месяцев, то считайте 10 на 10 100%. То есть фактически на каждую гривну, на каждый доллар, на каждый евро, который принимает кооператив, ему нужно выплатить еще один сверху. Достаточно серьезная финансовая нагрузка. И эта финансовая нагрузка, она естественно бюджетируется со стороны руководителей кооператива. То есть они должны реально понимать, нужен ли им этот объем средств в данный период времени для того, чтобы вести производство. Если они принимают решение, что да, здорово, нам сейчас именно эта сумма и нужна, естественно они дают свое согласование на прием пая в размере, превышающем оговоренный для согласования. Если нет, могут даже отказаться. Но, к примеру, с оговоркой, что сейчас нам не нужно, давайте через 2 недели. Мы себе спланируем, что вы готовы, или давайте через месяц, или давайте с начала нового месяца. Мы поняли, вы хотите, ясно, хорошо, пишите заявление, мы будем его удовлетворять, но немножко позже. Вот примерно так выглядит работа нашего кооператива. Постарался рассказать основные моменты. Я не слишком много занимаю у вас времени. Друзья, если есть какие-то вопросы на текущий момент, пожалуйста, задайте их. Мы, естественно, все обговорим. И я постараюсь дать максимально исчерпывающие ответы. Людмила Днепропетровс. По третьей программе на 11 месяц выплачивается 105% к пае. Я правильно поняла? Правильно. Все именно так. То есть вы получаете 100% пае и 105% своими процентами в виде процентов. Друзья, подготовьте, пожалуйста, вопросы. Посмотрим, обговорим. И если можно, те люди, которые первый раз на данном мероприятии. Поставьте, пожалуйста, плюсики, чтобы я примерно ориентировался. Все ли у нас здесь партнеры? Ирина Мариуполь. Очень приятно. Кто-то еще есть у нас первый раз? Ирина Мариуполь, вы Станислав Платонов. Понял, 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 понял. Хорошо, Людмила Днепропетровна. Ну, здорово. Хорошо. Тогда из основных моментов. Если вопросов по услышанной информации на данный момент нету, то что хочется еще сказать. 22 числа, 22 ноября, это будет суббота текущего месяца, 22 ноября. То есть, примерно через 3 недели, через 2 недели. Компании запланировано и будет проводиться открытая официальная встреча с участием учредителей. Встреча будет проходить в городе Днепропетровске. Конкретно по времени информацию дадут немножечко ближе. По месту проведения и по времени дадут ближе к этой дате. Потому, друзья, если вы не местный, если вы не отсюда, но хотите участвовать в этой встрече, запланируйте заранее эту поездку. Приезжайте, предварительно дайте информацию своим людям. Потому, что сужу просто по себе. У меня информация с первого раза в голове не укладывается. Мне нужно об этом подумать. Утро вечера мудренее. Возникают вопросы, покопаться, спросить того, кто дал информацию. И уже к этой поездке вы можете иметь несколько... То есть, вы можете сюда приехать с командой уже действующих партнеров, фактически, которые, разобравшись с информацией, примут решение, что им это нужно, им это интересно. Если не партнеры, то это могут быть кандидаты, которые, возможно, заготовят такие интересные, каверзные, неудобные вопросы руководствуя учредителям. Их можно будет прилюдно прямо в зале задать учредителям, поставить их в неловкое положение. Но я думаю, что таких вопросов не будет, потому что деятельность понятная, деятельность прозрачная, компания стабильная, опыт большой. Поэтому учредители, я уверен, что у них на любой вопрос найдется правильный ответ, который удовлетворит как и вас, так и не будет расходиться с тем, что вы слышали до этого. По сайту хочу сказать, может быть, тем людям, которые ждут этого момента. Сайт будет также закончен к 22 ноября, к открытию, к этому мероприятию. Значит, к сайту прикручиваются личные кабинеты, личные кабинеты наполняются информацией по данным, то есть выстраивается генеалогия, последовательность, кто кого пригласил. К открытию сайта и личного кабинета будет уже привязана персональная реферальная ссылка, которую вы сможете давать, и человек сможет регистрироваться, в более упрощенном варианте сейчас мы вынуждены что? Мы вынуждены отправлять документы, получать их вручную, а так можно будет регистрироваться удаленно, как это происходит в интернете. Однако обещаний о том, что к этой же дате, к 22 числу и привязке сайта, также будет привязана платежная система, еще нет. То есть платежная система будет привязана несколько позже. Потому что когда у нас появятся личные кабинеты, возможность регистрироваться по реферальным ссылкам, все равно деньги нам придется пересылать вот таким вот образом. Либо Western Union, либо Золотая Корона, это не по Украине, либо карточка PrivatBank, либо расчетный счет самого кооператива. То есть проблем нет, для особо щепетильных к деньгам людей есть такая возможность. Это займет немножечко больше вашего времени, то есть 3-4 рабочих дня, чтобы отправив деньги, они дошли до счета кооператива. Но на основании этой платежки у вас будет полное подтверждение того, что ваши деньги, получатель, как бы они дошли до правильного адресата. Хорошо, я так понимаю, что на текущий момент у нас больше вопросов нет. Тогда я не буду вас задерживать. Рад был с вами пообщаться, рад был видеть уже, ну сейчас вот пара человек вышло, было 19 человек на нашей презентации. Количество растет, с каждой презентацией количество растет. Принимайте ваше самое правильное решение, какое посчитаете нужным, если решение будет начинать, начинайте, буду приветствовать вас в команде. Желаю вам зарабатывать много, ваши деньги, чтобы приумножались. И всех вам благ, мира вашего дому. Удачи, друзья, пока.